Добрый вечер! О событиях уходящего вторника корреспонденты информбюро и Наталья Раем. И смотрите, что сегодня будет. КОВИД-19 в армии. Сколько инфицированных среди военных? 10 человек уже погибли от вируса. Как казахстанские солдаты проходят службу в условиях пандемии? Первые 2000 доз готовы. Это контрактное производство. Сколько будет стоить вакцина «Спутник Ви», выпущенная в Карагандинской области? Что рассказывают фармацевты? Каковы мощности фармзавода? Елочка, гори! В столице зажгли огни на главной новогодней еле. Чем удивляет символ праздника? Ожидаем прямого включения с места события. Пять сотен алматинцев просят правоохранительные органы помочь им вернуть деньги, вложенные в ТОК UI Trade Казахстан. Фирма проработала на рынке около трех лет. В компании привлекали инвесторов из числа рядовых граждан, обещали доход от трех до восьми процентов в месяц, в зависимости от суммы вклада. За эти годы компания открыла офисы почти во всех регионах и собрала порядка четырех тысяч клиентов. А в декабре фирма закрылась. Теперь клиенты пересылают друг другу сообщения руководителя компании, в которых он над ними просто смеется. Я не приезжал в Казахстан. Уже не приеду. Есть проект, это пузырь, который я создал по своему собственному имену. Хотя это уже не важно. Вас будут таскать, а могут закрыться участникам. Это голосовое сообщение руководитель торговой компании QI Trade Казахстан Нурлан Саганбаев отправил своим сотрудникам, утверждают обманутые вкладчики. В нем говорится, что менеджеры могут разделить оставшиеся деньги из кассы между собой и сделать крайним его. Вклады в компанию составляли от 100 тысяч деньги до 200 миллионов. Под 3,8 процентов в месяц, утверждают люди. Мы просим у государства помощи. Пусть найдут этих людей. Пусть каждая из них понесет наказание. Пусть вернут нам наши кровные деньги. Вкладчики были уверены, что это серьезная инвестиционная компания, которая многим успела выплатить дивиденды. Они сообщали о том, что у них есть резервный счет, который в случае чего будет использован. Они показывали фотографии, показывали счета по нерплатчикам с количеством суммы. Резервного счета нет и никогда не было. Это техническая фишка, которую я заказал в интернете. А в своей алочности и жадности виноваты вы сами. В октябре компания перестала выплативать проценты по вкладам. А в декабре алматинский офис закрылся. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств дела. В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что компании, работающие в качестве ТО или АО, не имеют права привлекать денежные средства граждан и гарантировать выплату дивидендов. Компании, в которые проверены и в которые граждане могут действительно вкладывать средства, они есть. Их список можно посмотреть на сайте регулятора, потому что они все имеют лицензию агентства РК по регулированию. У обманутых вкладчиков шанс вернуть средства есть, но только если деньги еще не вывели за пределы страны, дополнили специалисты. Вот такая давка в очереди за бесплатными коврами произошла сегодня в Шимкенте. Внимание большого числа людей привлек рекламный ролик в социальных сетях. В новом магазине обещали раздать 500 ковров своим первым посетителям. Желающих оказалось гораздо больше, чем подарков. В итоге ковры сегодня никто не получил. А разъяренную толпу пришлось успокаивать сотрудникам Акимата и полиции. Какое наказание грозит хозяину магазина, расскажет Бахром Абдулаев. Успокаивать толпу пришлось Акиму Абайского района Шимкента. Собравшихся очень разозлили организаторы бесплатной раздачи. Ведь некоторые из них занимали очередь с раннего утра, а то и с ночи. У меня один ребенок инвалид. Я его одного дома оставила, потому что мне пообещали ковер вне очереди. Об акции с бесплатной раздачей 500 ковров жители узнали из социальных сетей. Добрый день, дорогие друзья. Рады представить вашему вниманию. В честь открытия магазина в городе Шимкент всем посетителям дарим бесплатный ковер. Директор магазина признается, что шокирован. И уверяет, такую же акцию уже проводили в Алматы, Нур-Султане и Караганды. И там все прошло спокойно. Многодетными нуждаются, мы развезем по ковру каждому. 500 штук. Сами будем разводить по городу, пока не закончатся ковры. Но для начала предпринимателю придется объяснить свои действия полицейским. В Акимате уверяют, что не знали об этой акции. Его целью было привлечь людей. Люди приехали за ними со всей области. Собралось больше 500 человек. И мы видим грубое нарушение санитарных норм. Как раз за это нарушение предпринимателю и грозит штраф от 600 тысяч тенге. Но и если он не выполнит обещанного, потеряет еще и деловую репутацию по меньшей мере в Шимкенте. Бахром Абдуллаев, Жен Сирик Бурамбаев, информбюро Шимкент. 276 международных наблюдателей аккредитованы на парламентские выборы в Казахстане. Это представители шести международных организаций из 18 иностранных государств. Об этом сообщили в Центр избиркоме. Международные и местные наблюдатели за выборами должны будут сохранять конфиденциальность персональных данных и получать разрешение избирателей перед фото- или видеосъемкой, пояснили в ЦИКе. А представители пяти партий продолжают проводить агитационную работу. Активисты от партии Оуэлл отправились в самое успешное по Владарской области крестьянское хозяйство «Победа». Там их ждали жители села Орловка. На встрече говорили о том, как развивать отечественное сельское хозяйство и сделать лучшую жизнь в селах. Представители Народной партии Казахстана Ирина Смирнова и Жембыл Ахмедбеков продолжают разъяснять электорату программу своего политического объединения. На этот раз кандидаты в депутаты мажелиса парламента от Народной партии Казахстана встретились с коллективом и учащимися финансово-экономического колледжа. Там они обсудили проблему молодых семей, особое внимание уделили вопросам доступности жилья и бесплатного образования. У нас должно полностью измениться образование, желание обогатиться на нем, на желание все-таки, на ответственность все-таки давать образование. А вот агит-группа партии Акжол выслушала жалобы владельца небольшой швейной фабрики в Карагандинской области. Предприниматель сетует на то, что он не прошел ни по одной госпрограмме и не смог получить деньги на развитие бизнеса. Пришлось взять кредит в банке под высокий процент. Это несмотря на то, что предприятие создало 120 рабочих мест и оплачивает 90 миллионов тенге налогов в местный бюджет. Государственная помощь от правительства не доходит до вот таких вот предприятий. Значит, нам надо в корне менять, то есть надо точечно отрабатывать с каждым предприятием. Предвыборную программу партия Нур-Отан разъяснила жителям Мангистауской области. Собравшиеся поддержали инициативу об ужесточении ответственности лиц, нарушающих трудовое законодательство. Горожане попросили восстановить хранилище урана, содержащих отходов Кошкар-Ота. Затем члены предвыборного штаба встретились с репатриантами и обещали помочь им в социальной адаптации. Также партийцы собираются решить вопросы обеспечения жителей качественной питьевой водой новыми школами, открыть предприятия, обрабатывающие промышленности и создать новые рабочие места. Кандидаты в депутаты от партии АДАЛ в ходе региональных встреч с населением вновь подняли проблему закредитованности. Они предлагают внедрить институт банкротства физических лиц. Это будет программа поддержки граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В России уже работает такая система, когда некоторым категориям заемщиков списывают до 30% задолженности. В группу входят ветераны, опекуны и родители несовершеннолетних инвалидов. Продолжаем выпуск. Российская вакцина «Спутник Ви» казахстанского производства обойдется дороже ранее заявленной стоимости. Об этом сообщили отечественные производители в Карагандинской области. Сегодня на предприятие пригласили журналистов и рассказали о специфике выпуска препарата. Там побывала Людмила Батюшкина. Эта вакцина пока даже не называется «Спутник Ви». У неё рабочее название «Гам-Ковид-Вак». Первые 2000 доз сегодня отправили в Россию на контроль качества. Результаты станут известны через месяц. В случае положительного ответа в Караганды начнут производить продукт для массовой вакцинации. Всего 2 миллиона доз. Карагандинский фармацевтический комплекс оказался единственным предприятием в Казахстане, где есть условия для производства вакцины. Дальше её будут продавать единому дистрибьютору. Одна вакцина состоит из двух компонентов. Сначала колется один флакончик, через 21 день – второй. Самая большая сложность в производстве – это то, что вакцину нужно резко замораживать при минус 35 градусах. И даже хранить её можно при температуре не выше минус 18. В противном случае через 2 часа вакцина будет не годна. Производителям пришлось закупить особое холодильное оборудование и нанять дополнительную рабочую силу. В России препарат стоит около 11 тысяч тенге, но казахстанцам он обойдётся дороже. Я думаю, с учётом логистики, с учётом переноса трансфера технологий, это будет чуть дороже. Всё-таки наработка российская, самой как бы субстанцией получается. А здесь мы закупаем, ну компания закупает, дальше это действие закупа государства. Казахстанская вакцина сейчас проходит третий этап испытаний. По словам представителя Минздрава, будут применять ту, которая будет готова первой. В феврале в числе первых прививки бесплатно получат медики, учителя и правоохранители. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. С начала пандемии коронавирусом заразились более двух тысяч казахстанских военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Нурлан Иремикбаев. Десять человек скончались, из них пятеро военные, остальные гражданские. Сейчас лечение получает 100 человек. Многих носителей вируса выявили среди солдат-срочников. В основном это те, кого призывают из областей, из регионов. В первые же дни службы выявляем у них положительную реакцию, но они все бессимптомные. Среди них ни один не скончался. 80% среди них бессимптомные, 20% имеют симптомы, но все выздоровели. Министр пояснил, что все призывники три дня находятся в сборном пункте на изоляции. После этого проходит ПЦР-тестирование. Если выявляется хоть один положительный результат, вся группа вновь изолируется, а те, кто приступает к службе, еще 14 дней находятся на карантине уже в воинской части и повторно сдают ПЦР-тест. По словам главы ведомства, информацию об обязательной вакцинации военных от коронавируса пока не поступало, но вооруженных силы заинтересованы получить прививку в числе первых вместе с полицейскими и вместе с медиками. Предпочтений по производителю вакцины нет. Российские врачи рассказали о том, что нельзя делать после вакцинации от COVID спутником ВИ. Не рекомендуется попадать в стрессовые ситуации, переохлаждаться и употреблять продукты, которые могут вызвать аллергию. А в Европе одобрили использование вакцины, которую совместно разработали компания Pfizer из Соединенных Штатов и BioNTech из Германии. Подробности в нашем обзоре. Спасибо, Наталья. Европейский регулятор лекарственных средств одобрил вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19. Теперь ее будут применять на всей территории Европы. Эксперты и ученые из Британии и России подписали меморандум о сотрудничестве. Это значит, что вакцина от COVID-19 будет эффективнее, заявили главы этих государств. Российский спутник ВИ сейчас, к примеру, прививают людям из групп РИСК. Это врачи, учителя, журналисты и военные. Провакцинировали уже больше 200 тысяч человек. А вот рядовые граждане России не спешат ставить прививку даже на фоне рекордного числа заболевших. Население скептически относится к препарату. Я не болела. С таком мы тоже не болели. Не знаю. Не считаю ее надежной. Не доверяю. Британия в изоляции. В этой стране запрещены любые массовые мероприятия. Закрыто все, кроме продовольственных магазинов. Это произошло на фоне сообщения о том, что на юге Лондона нашли новый штамм коронавируса. Уже более 40 стран запретили въезд из Великобритании. В столице Англии ввели четвертый уровень опасности. Тем временем новую мутацию ковид обнаружили в ЮАР и в Египте. Ученые говорят, что новые штаммы вируса из одного семейства, но никак между собой не связаны. ВОЗ советует пресечь передачу всех разновидностей ковид путем жесткого локдауна. А в Рио тысячи людей высыпали на пляжи, несмотря на то, что Бразилия остается страной с самыми высокими показателями заболеваемости. Зоны отдыха переполнены. Такая активность связана с тем, что перед праздниками местные жители традиционно обновляют свой загар. Запрета на посещение пляжей нет. Тем более президент Бразилии скептически относится к коронавирусу, называя его не более чем обычным гриппом. При этом только за последний день здесь зарегистрировали 50 тысяч новых случаев. В период пандемии тяжелее всего расставаться со своими старыми привычками и образом жизни. Наталья? Да, Аскар, именно поэтому вирус распространяется волнообразно. Там, где ослабление, там затем и всплеск. Но не будем отчаиваться. Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. В Нур-Султане буквально несколько минут назад зажгли огни на главной новогодней елке страны. Ее установили на территории Экспо. И впервые церемония прошла без большого количества зрителей. Желающие могли смотреть телетрансляцию. И сейчас на месте находится наш корреспондент Зарина Беремку. Зарина, удалось ли тебе почувствовать новогоднюю атмосферу? Добрый вечер, Наталья. Да, здесь настоящая зимняя сказка. И чувствуется приближение Нового года. Конечно, в этом году все немного по-другому. Во-первых, нет привычной Деда Мороза и фигурочки, которые ведут обратный отсчет. И также не так много зрителей. Как известно, накануне, следовательная комиссия долго запретила проведение всех мастеров и новогодних мероприятий до 5 января. Зарина, а какие в этом году траты на украшения столицы? В этом году по городу установили 30 елок за установку самок главной, где мы сейчас находимся, за которую 25 метров отричал Есильский Акимат. Точную сумму они нам не назвали. Известно, что елка не новая. Ее просто в этом году реконструировали так же, как и все игрушки. Саму ель когда-то привозили из России. И игрушки заказывали без ломоты. Дерево крушает 1200 шаров, 20 стоп-позитоновых и 1250 мелких снежинок. Во всей конструкции расположены 1500 гирляд. Елки наряжают повсеместно во всех городах республики, а также в квартирах. И некоторые готовятся закупать пиротехнику. Правда, нынче очередей у прилавков с фейерверками нет. Спрос упал из-за пандемии. Но полицейские и спасатели все же проверяют на безопасность этот товар. В этом году рейд по точкам продажи пиротехники в Кустаная значительно отличается от предыдущих лет. Если раньше в это время на рынке было несколько десятков продавцов фейерверков, то сейчас их по пальцам пересчитать. Из-за пандемии люди стали экономнее, говорят торговцы. Люди потому что уже экономят на всё. Даже элементарные бенегарские свечи в этом году стоят 200 тенге. И не каждый хочет их купить даже. Они говорят, лучше куплю пол колбасы, чем салют. Средняя цена начинается с 3000 тенге. Фейерверки в основном привозят из Алматы уже с сертификатами. Именно его и огнетушитель спрашивают у предпринимателей, в первую очередь спасатели. А также напоминают о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним. Допускаются такие нарушения. Это некачественный товар, не соответствует требованиям. Потом на местах торговли не должно попадать солнечных лучей и осадков. Это тоже такое грубое нарушение. Покупая любое пиротехническое средство, в первую очередь нужно обратить внимание на упаковку. Она должна быть целой. И, конечно же, на срок годности товар не должен быть просрочен. В случае нарушений продавцам выписывают штраф 55 тысяч. И просят инструктировать покупателей. Ведь большинство возгораний случается именно на новогодние праздники. Полицейские напоминают и о правилах соблюдения тишины после 23.00. За запуск фейерверка в неположенное время предусмотрен штраф 55 тысяч тенге. Правда, выезжать на вызов полицейские будут только по звонку на номер 102. В фонде Самру Казана прогнозируют, что ситуация с коронавирусом будет драйвером рынка еще примерно полгода. Между тем, более трети крупнейших глобальных инвесторов считают геополитические риски и внешние факторы актуальными и в следующем году. В связи с этим фонд уже составил карту рисков на 2021 год. Система управления рисками Самру Казана доказала свою эффективность. Несмотря на коронакризис, фонд справился не только с вызовами текущего года, но и перевыполнил план чистого дохода по итогам этого года в полтора раза. А это более 400 миллиардов тенге. В 2020 году система управления рисками в фонде работала без сбоев и, как нам кажется, показала свою эффективность. Мы считаем, что нам удалось справиться с вызовами этого года, в том числе поддержать устойчивость бизнеса, даже во время распространения вируса с последующим экстремальным снижением цен на нефть и валютными колебаниями. Сложные условия не помешали фонду провести успешную работу по управлению рисками. Так, например, валютный долг КТЖ с ноября 2019 года снизили почти на 1 миллиард долларов США за счет рефинансирования в тенге и рублях. К тому же за счет рефинансирования в тенге полностью устранили валютные риски Кибастузской ГРЭС-2. Есть намерение эту работу продолжать до приемлемых уровней валютного риска по всем портфельным компаниям, конечно, если будет позволять экономическая обстановка. Так же, как и мы, 55% глобальных инвесторов намереваются в следующем году направлять свои корпоративные денежные потоки на снижение долговой нагрузки. В 2020 году фонд поставил рекорд по выплатам дивидендов единственному акционеру – правительству Казахстана в размере 120 миллиардов тенге. Помимо этого, сам РУК Казна удалось не допустить серьезного снижения производственных показателей сокращения персонала. Смогли обеспечить непрерывное производство и выплату заработных плат. И на сегодня фонд остается одним из крупнейших работодателей страны. Трудоустроены около 300 тысяч человек. Нургали Карабаев, Информбюро, Алматы. О кардинальных изменениях в своей работе объявил национальный оператор почтовой связи страны. Стратегию развития акционерного общества «Казпочта» на ближайшие 7 лет разрабатывали с учетом изменившихся потребительских привычек. И не последнюю роль в этом сыграл и пандемический кризис, и карантин. «Казпочта» на пути к цифровизации. Стратегия развития до 2027 года предусматривает почти полную трансформацию услуг. В компании отмечают рост клиентов, пользующихся мобильным приложением «Казпочта». После завершения модернизации «Пост.Киезет» предложит пользователям не только обновленный дизайн, но и полный комплекс интегрированных почтовых и финансовых услуг. Еще один кардинально новый сервис – система электронного документа оборота. Схема электронного документа оборота позволит обмениваться электронной и гибридной электронной почтой между государством, бизнес-сообществом и гражданами. Подобная схема доказала свою эффективность в Дании, где обязательная цифровая почта Digital Post и пользуется практически все население Дании и частные компании. Председатель правления Канат Алпызбаев сообщил о предварительных итогах уходящего года. Пандемия и карантин стали причиной сокращения объемов международных почтовых отправлений и оплаты коммунальных платежей. Заметно снизились и показатели денежных переводов. Зато казахстанцы стали больше заказывать срочную доставку и активнее делать покупки в отечественных интернет-магазинах. Еще один растущий сегмент – платежные карты Казпочты. Объем возрос порядком на 60%, эмиссия новых карт возросла на 74%. Если по итогам 11 месяцев Казпочта привлекла новых клиентов, порядком более чем 450 тысяч. Цифровая трансформация компании затронет и сельских жителей. Они смогут получать государственные услуги в онлайн-формате. Есть план по развитию филиальной сети, в которой сейчас почти 4000 отделений. Трансформация ждет и курьерскую службу. Сервис станет еще более удобным, доступным и оперативным.